Урок 25. Задача первая. Дан выпуклый четырехугольник МНПТ. Известно, что МН и НП равны отрезке. Угол НМП равен углу ПМТ. То есть МП делит угол пополам. Верно ли утверждение? Прямые НП и МТ параллельны. Треугольник МНП равнобедренный. С основанием МП углы при основании равны. Вот эти углы равны. Так как равны углы НПМ и ПМТ, а это накрест лежащие углы при параллельных прямых НП и МТ и секущей МП. Значит, прямые параллельны. Накрест лежащие углы равны. Данное утверждение верно. Задача вторая. Дан треугольник АВС. АВ и ВС равны стороны. Точки D и Е лежат на сторонах АВ и ВС соответственно. Известно, что угол ВСА 60 градусов. Так как треугольник АВС равнобедренный, углы при основании АС равны. Значит, можно сразу отметить равные углы. То есть угол ВСА 60 градусов и угол ВАС тоже 60 градусов. Так, кроме того, известно, что угол ЕАС 30 градусов. Значит, АЕ бисектриса. Значит, вот этот угол тоже будет 30 градусов. Угол ДАЕ тоже 30 градусов. АД и ДЕ равны отрезке. Значит, треугольник АДЕ равнобедренный с основанием АЕ. В равнобедренном треугольнике углы при основании равны. Значит, угол ДЕА тоже 30 градусов. Можно найти градусную меру третьего угла этого треугольника. 180 минус 30 минус 30 будет 120. А угол смежный с ним имеет градусную меру 180 минус 120 – 60 градусов. Кроме того, угол АВС тоже 60 градусов. Потому что в треугольнике АВС два угла по 60, значит, и третий угол тоже 60. И угол БЕД тоже 60 градусов. Значит, треугольник БДЕ равносторонний. А в равностороннем треугольнике все стороны равны. Значит, все стороны равны. Значит, БД и БЕ – это равные отрезки. Задача третья. Дан треугольник АВС. Известно, что АВ и ВС равны. Угол А – 40 градусов. Это угол при основании равнобедренного треугольника. Давайте сразу отметим второй угол при основании равнобедренного треугольника. Он тоже будет 40 градусов. Угол ВСЕ – внешний угол треугольника. Давайте найдем градусную меру вот этого внешнего угла треугольника. 180 минус 40 будет 140 градусов. Луч СД делит вот этот внешний угол на два угла. Такие, что ДСЕ в 6 раз меньше, чем угол ВСД. Давайте градусную меру того угла, который меньше, обозначим за Х градусов. А другой в 6 раз больше. 6Х. А в сумме два этих угла составляют 140 градусов. 6Х плюс Х – это 140 градусов. Решая уравнение, находим Х. Х равен 20. Вопрос такой. Верно ли утверждение, что прямые АВ и СД параллельны? Это утверждение неверно. Потому что если бы эти прямые были бы параллельны, то были бы равны соответственные углы. То есть угол ВАС был бы равен углу ДСЕ. Эти углы не равны, потому что этот угол 40 градусов, а этот 20 градусов. Значит, данное утверждение неверно. Задача четвертая. Один из углов треугольника 60 градусов. Найдите угол между бисектрисами двух других углов этого треугольника. Допустим, угол А – 60 градусов. Построены бисектрисы двух других углов. Они пересекаются в некоторой точке, допустим, в точке О. Давайте обозначим градусную меру угла В за 2х градусов, а бисектриса делит угол пополам. А градусную меру угла С за 2у градусов. Бисектриса делит угол пополам. Сумма углов треугольника – 180 градусов. Значит, если сложить 60 градусов, это угол А, потом 2х плюс 2у, получится 180. 2х плюс 2у – это 180 минус 60, 120. Если разделить обе части равенства на 2, то получится х плюс у – 60. Итак, х плюс у – 60 градусов. Надо найти угол между бисектрисами двух других углов. Давайте рассмотрим треугольник, например, ВОС. В этом треугольнике один угол – х градусов, другой угол – у градусов. х плюс у – 60. Значит, третий угол – 180 минус 60, 120 градусов. Значит, бисектрисы при пересечении образуют два тупых угла по 120 градусов и два острых угла по 60 градусов. Задача пятая. Дан треугольник АВС. Известно, что угол А равен углу В. Значит, этот треугольник равнобедренный с основанием АВ. Отношение сторон. АВ относится к ВС как 3 к 5. Давайте сторону АВ, вот ее длину, обозначим за 3х сантиметров, как бы три части. АВС – 5 частей. 5 умножить на х сантиметров. В равноведренном треугольнике боковые стороны равны. Значит, АС тоже имеет длину 5 умножить на х сантиметров. Известно, что периметр, сумма длин всех сторон – 52. Значит, надо сложить 3х плюс 5х плюс 5х. Это 52. Значит, 13х – 52. Х равен 4. А надо найти длину стороны АВ. АВ – это 3 умножить на х. 3 умножить на 4 – 12. Ответ – 12 сантиметров. Сторона АВ. КОНЕЦ. КОНЕЦ. СОЛНЫЙ КОНЕЦ. 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 КОНЕЦ.